Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я хочу сделать еще одно одеяло из старого пледа. Если вы помните, я недавно делала одеялко такое, тоже из старого пледа, и я этим одеялом осталась очень и очень довольна. А сегодня у меня плед тоже с прошлого века. Плед старенький, вот он, конечно, не очень красивый такой, но он теплый, тонкий, теплый, и жалко мне с него расставаться. Можно выбросить, а можно все-таки сделать из него одеялко. Так вот, еще какая причина. Тут такой размер не очень-то стандартный. Ширина метр двадцать и длина метр восемьдесят. Точно такой же у меня есть пододеяльник, а пододеяльник довольно красивый. Конечно, вы скажете, можно просто взять этот плед, да, как одеяло, сунуть в этот пододеяльник, и будет классно. Зачем там себе морочить голову и сидеть там его, шить, вышивать и расшивать. Да, но есть еще такая причина. У меня, ну, я немножко ленивая, и муж ленивый. И, ну, даже одеяло сейчас уже не хочется с этим пододеяльником, да, возиться, пока там это всунешь его, пока там это вот, потом оно неаккуратно как-то получается. А тут, ну, какая красота. Ему себе на все лето уехать, да, он себе будет один дома. Ой, какая, ну, здорово. Одеяло вместе с пледами тепло и уютно. В то же время обедом тоже бывают прохладненькие вечера. И так вот аккуратнее. И будет чаще стираться и пододеяльник, и плед одновременно. Я вам скажу, что вот этим одеялом я очень довольна. Стирается отлично. Ничего, никого там перекосяка и косяка нету. И поэтому, если хотите, я все равно эту работу буду делать, потому что она мне нужна. А вы посмотрите, как это легко, просто, удобно, красиво. Ну и классно, просто классно. Времени много еще. Можно немножко посидеть дома. И, я думаю, часа за три эту работу можно сделать. Я вам скажу, что пододеяльник классный. Видите, здесь на пуговках все как положено. И ткань, это где-то чистый хлопок. Натуральная ткань, хорошая ткань. Так вот, я выворачиваю полностью пододеяльник наизнанку. И вначале приложу этот плед к нему. Все процессы вам показывает. Все это просто. Просто буду сшивать пододеяльник вместе с пледом. А плед – это чистая шерсть. Тоже классная вещь. Что такое я выбрасываю? Нет, такое я не буду выбрасывать. Тем более, очень много лет. Сейчас я немножечко потружусь. Работа приятная. Поработаю. С вами пообщаюсь. Давно мы с вами уже не общались, да? Может, на какой-то вопрос отвечу вам. Вот так все можно делать, конечно, аккуратненько. Эти все уголочки хорошо вывернуть. И затем приложу и буду сшивать. С изнаночной стороны я буду разутюживать пододеяльник. Очень важно вот разладить эти уголочки. Ну и тут по шву. Тоже аккуратненько. Все это разгладить надо. Чтобы не было морщин никаких. Снизу разложила пододеяльник. Сверху кладу плед. Сопоставляю все уголочки, все стороны. Сначала сметываю по периметру вручную. А затем буду строчить на машинке. И так я прометала по всему периметру. А со стороны пододеяльника, где есть пуговки, я оставляю такую дырочку. Для чего? Для того, чтобы потом это все вывернуть на лицо. Ну, по-моему, все ясно и понятно. И так я все прострочила на машинке. Вот эта дырочка пододеяльник я выворачиваю на лицо. Сейчас у нас будет одеяло. Вы спросите, готова ли я? Да, готова. Я с лицевой стороны прошила на машинке. Все, хочу сказать, стиральной машинке, свейной машинке. Прошила вот так вот полностью по периметру с лицевой стороны. И стягать я не буду. Я настолько устала, что даже не могла вам передать. Я просто напомнила. Мне так тяжелая работа для меня. Это уже работа тяжелая. Вы видите? Так, что я буду делать? Я это одеяло простираю. Буду стирать в стиральной машинке обычный порошок для цветного белья и обычная стирка. И посмотрим. Если пойдет там какое-то... Оно себя плохо поведет, то, конечно, придется делать эти стежки. Но нет сил. И вот смотрите, принимайте работу. Ну, классно. Так оно получилось. Классно и хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Стежки делать не буду. Потому что ничего не село. Ничего абсолютно не изменилось. Зачем эта стежка? Зачем я буду себя утомлять? Я сейчас разложу это и дело. Вы увидите, что все прекрасно. Все хорошо. Вам спасибо, что смотрели. Вот, а мне сейчас будет... Ну, влажно. Я же только что достала с машинки. Так же, как видите, никакого перекоса. Плед же старый. Он уже миллион раз стирался. Поэтому усадки нет никакой. И, кстати, этот пододеяльник тоже не новый. Ну, все. Всего вам доброго. Отлично. Стежку я делать не буду. Потому что все классно, все хорошо. Продолжение следует...